Круска у нас получилась идеальная. Такая она и одновременно держит текстуру, и при этом она мягкая достаточно для того, чтобы ее даже можно насаживать на крючок. Сейчас мы ее будем ферментировать. Реально она выглядит так, как вроде хапанет, правда? Вот такая, а-ля туркменский алабай. Такая высушенная, высокая. У нас есть вареная кукуруза. Есть, 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 очень интересная. Она отлично слилась, она как раз как надо. Пахнет хорошо. Можно попробовать, да? У меня запах обалденный. Горячий. Она твердая, да? Необходимо. Недоваренная. Чтобы, не, она как раз как надо. Она в процессе ферментации еще чуть размякнет. Кстати, они сварили как знали. Для того, чтобы нормально заферментировать, нужно, чтобы слой, который покрывает кукурузу, был где-то два пальца. Так у нас широкая горлышко, точнее отсутствие такого горлышка. А нам нужно прекратить каким-то образом доступ к кислороду сюда. Мы выливаем сюда масло. Два раза. И слой масла создаст вот эту вот защитную как бы пленку. Поэтому сейчас мне нужно будет сюда добавить еще, зачерпнуть водички и немножечко еще добавить водички. Ты кто такая девочка? Местная, да? Итак. Кукуруза может немножко еще подбухать. Сбухать может. Вот. Пару пальцев. Кстати, тот раствор, который получится в процессе ферментации, можно использовать, нужно использовать. Сахарку. Банально. Грамм 200. 180. Согласен? Вот, 200. 199. Ну ладно, будет нормально. 20 грамм активных пекарских дрожжей. Тут они называются у нас инкунзи маланга. Это секретная добавка на самом деле. Да, секретная добавка. Трудящий, но уходит. Да. Мы предадим нашему чудесному раствору аромат. Я уже начинаю быть в восторге. Концентрат. Мед. Мед. Концентрат специально купил для того, чтобы ферментировать кукурузу. Так, и последний штрих. Я так понял, что маслом ты прекращаешь доступ к кислороду. Да. То есть нужно закрыть. То есть добавил сырой воды в проваренную кукурузу. Это уже предполагает тому, что она начнет кислый. Я добавляю активную дрожжи, сахар. Бактерии в процессе жизнедеятельности употребляют сахара. И выделяют спирты и углекислоту. Все, сейчас я просто должен сделать вот так вот. И масло. Тонким слоем покрывает всю воду. Да, оно просто расплывется и покроет слоем по итогу нашу воду. Тем самым ограничит... А масло же? Это растительное масло. Тем самым ограничит доступ к кислородам. Надеюсь, что эта тема сработает. Потому что, ну как бы, во всяком случае, на территории Европы нет водоемов, в котором бы карп не перся от ферментированной кукурузы. Да, но есть один маленький нюансик. Мы не на территории Европы, на самом деле. Да все, в какие-то 13 тысяч километров. Согласен, да. По карпу нет. Юг Африки. Точти. А ну, что это было? Хорошая штучка. Юг культура. Культура. Африки. Культура. Культура. Согласен. Продолжение следует...